Пополнено, как ни странно, потому что народ привык работать с восьми, и все спешат. А сейчас уже восемь с половиной, и как видите, здесь уже малолюдно. Так как я совмещаю полезное с приятным, и отдых мне пока недоступен из-за тёплого климата перемены. В общем, надо как-то на всё лето планировать отпуск, только, опять же, не в городской черте. Нужно будет рассмотреть вопрос, куда поехать на целое лето следующего года, чтобы не испытывать больше такие тяготы, не существующие до сегодняшнего времени. Значит, у нас в процессе что? Ну, я потеряла доступ к своим заметкам на другом аппарате. Они там заблокировались, потому что телефон был без интернета. И я потеряла кто когда у меня в обслуживании по списку. И теперь, значит, надо вспоминать и идти наугад. Единственное, что когда ты собираешься в скором, в таком скоростном режиме, ты теряешь каталоги по пути, не берёшь их с собой. Очень важный элемент, и ты его не взял. Ну, сейчас здесь попробую забрать один из трёх. В четырёх у меня здесь четыре я выдала. Хотела им ещё принести, но попрошу забрать один, если получится. Потому что в другое место без каталога нельзя приехать. У них там они на расхват. Не знаю, кто из них пойдёт работать в компании, кто будет им клиентом. Но, честно говоря, уже всё равно, потому что я оформилась почти на реке. Я нашла своих организаторов, их номера для устройства. Там ваша схема очень сложная, гораздо сложнее. Там, кроме паспорта и ванных, нужны ещё номера организаторов и непосредственно ваших консультантов. Так, здесь вот смотрите, я здесь сижу в одном кафе. Так, ну не в этом. Как правило, они уже тоже здесь должны работать. Вот пекарня, видите, вот пекарня. Сейчас я в пекарне должна позволить ещё одному родственнику, одному из последних оставшихся, чтобы побеседовать. А потом пойду, наверное, уже в Ашан, потому что он тоже ещё закрыт, и Сбербанк, или начать со Сбербанка. Ну, в общем, посмотрим, да. На этом, в общем, до свидания. До новых встреч!